друзья мои всех приветствую с нами сегодня марк фегин и обсудим самые свежие новости самые горячие новости этого часа здравствуйте марк рад всех приветствовать радоваться но вот начну с того что вчера там вчера это было да путин встречался с военкорами где нес такой ахинеев что в общем то непонятно то ли это двойник который неудачно выступил то ли это уже дедушка совсем в маразмах потому что он объяснял им кто на кого напал что там было во время революции 2004 года и много других всяких глупостей говорил я вообще уже комментировал на мой взгляд там есть несколько причин почему он это сделал именно сейчас а вот он встретился с так называемым военкорами это самая такая низшая каста и такие большие внутри пропагандистской машины блогеры фрики если бы не взорвали вот этого мудака значит как его татарский или как он это скорее всего фамилии он кассу брал сидел да мы с вами его обсуждали он тоже там сидел как ничего не было но казалось бы это явно не по ранку не по статусам как бы абсорбирует очень сильно ему нужно это почему потому что проигрыш в информационной войне прежде всего вот как раз в сети то уж точно поскольку встречу собирал по видимо все-таки кириенко который отвечает за сетевую пропаганду и все в отличие от громого первого зама который отвечает именно за теле там и традиционные сми то я подозреваю что он убедил его что это нужно сделать потому что все вот эти там же ведь были фрики вот типа подоляка какая-то знаете вот этот подоляка он там какой-то извините что я перебываю там какой-то придурок снимал их до того делал как бы такой а превью так сказать перед встречей и судя по тому что они говорили там на так сказать перед этим они даже и кассу не способны взять просто не 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 они на стреме дай бог но вот так или иначе получилось так что собрали весь шлаг который вот сейчас есть то есть подобранные там явно так сказать по какому-то принципу а давайте чем проще тем лучше на это он решился он и разговаривал с ним какой нахрен третий тур с ними не разговаривал по мне сидели молчали там подарок и ленины и печени это самые дети называются но я повторял он позволял себе хотя и мы знаем его лексику такую знаете понтовую значит подворотни но тем не менее все равно это выглядел противоестественно потому что получается то ли он хотел от них какого-то расположения ну понятно не от них а в их лице то ли значит они считают что вот таким значит этот поддубный там говорит что значит мол откровенно обо всем поговорить да я говорит по-другому не умею там вот что-то такое контекстуально то есть нужно было все-таки залатать информационные дыры которые уже образовались и они посчитали что что встречаться соловьем киселевым или скобеев или и другими такими же лучше вот набрать вот таких подворотен с этих телеграм подворотен я думаю причина одна вторая смотрите он же отменил прямую линию проходила в середине года обычно сейчас в конце года ну если ты отменяешь прямую линию то значит чем компенсируешь но вот они решили в изолированном пространстве значит в кремле собрать вот этих товарищей с печеньками и поговорить с ними о чем-то таком третья причина смотрите они живут контрнаступление он как прокомментировал сразу после шойгу шойгу восстанавливается 3500 мы горит убили 37 сот он назвал личного состава 150 танков то все этот выбежал на следующий день стендап брифинг какой-то да да все отразили и так далее а тут как бы не все оказывается отразили совсем совсем не все и как бы ситуации я охотно верю в эту цифру 100 квадратных километров уже деоккупированы они повторяются и украинской страны а с чего бы нам и не представить возьмите линейку дипстейт померите ну так вот если по большому счету я к тому что но видимо надо было как-то отыгрывать отыграть не получилось но что-то нужно было рассказать вот он пошел 25-30 процентов техники уничтожено это говорит я посчитал и вот западные не отрицают сми например публикует это что получается и он горит 150 танков то есть типа 450 дали треть 150 убили танков где они эти 150 уничтожены я вот два видео два действительно на минах подорвавшийся леопарда вот везде ходит эта информация ходит эти фотографии ну два там ну что ж теперь поделось естественно во время наступления как хорошо а если даже 10 там но откуда 150 где же они умудрились то есть 150 они не в пробку не попали значит 150 это только то что мы наблюдаем то что мы фиксируем а там еще есть точечное падание высокоточным оружием ну то есть опять как бы вся та же песенка она в чем что вы игорь это кончайте контрнаступление тонн западу уже адресуется давайте садиться за стол переговоров будем перемирие геополитические реалии мы горит от целей да они основные не меняются но мы можем корректировать с намеком на то что зачем нам мобилизацию он говорит мы же не собираемся до киева идти правда а до этого собирались до киева идти а затем на горит военные положения такой необходимости ну что вы что вот и так далее то есть я думаю что основной посыл был конечно сторону запада но с его-то уровня глупо значит обращаться к народу вообще не обращается а украинцам обращаться уже поздно и бесполезно да наверное все таки к западу и все с тем же месседжем что мы цели своих достигли любым путем нам бы вот предпочтительными могли бы договориться да потому что ну как надо все такое вот прямо сейчас говорит идет бой а что-то еще тут должно идти вообще тоже как откровение ну не говоря уже о деталях типа каховской гэс мы говорит жалко случилось на каховской гэс аварии а то бы они бы пошли на наступление на херсонском направлении нам бы это было бы вот мы пошли мы с ними повоевали куку что-то очень сам себя сдает с потрохами там много было куку что означало эта таинственная фраза он говорит вы такие люди вы под пулями бываете да и я был на вертолете каком-то где трассирующим его расстреливали в этом месте я заржал честно говоря потому что это даже для дедушки перебор по перебор не так а он он все время что-нибудь придумывает он бывает он поддает там сказать он и про папу своего вот придумывал и про это то есть ну как бы чем на ходу придумывает и все про какие-то трассирующие и так далее напоминает я много раз публиковал вот знаете у стоянова была прекрасная скетч в период еще живого оленикова он мама пишу тебе из горящего танка и вот он это на сковородке значит бумагу поджаривает это и если кто меня не видел я вот часто ставлю так и это на колчаковских фронтах мешками кровь проливает понимаете но естественно ему это для красного словца не пожалею отца и вот он подбавлять кто-то там под пулями от какие проблемы ты езжай на передовую и смакнешь вообще по полной не в генический где-то в районе сидишь там не в этом значит штабе росгвардии а ты подъедь вот какие проблемы он бахмут ну хорошо чуть подальше пожалуйста все что хочешь полный набор ощущений вот тебе пули и трассирующие и все что хочешь поэтому знаете как то вот это тут мериться вот этими значит кто где бывал ну как минимум поэтому с этой точки зрения конечно это у него раз за разом когда он импровизирует поэтому я не очень верю что сидел двойник потому что ну такой мог выдать только вот этот персонаж хотя опять же знаете вот сейчас утверждаешь такого что нет а потом вдруг и выяснится так что я теперь сейчас осторожен вот в таких рассуждениях и допущениях относительно двойников всего остального а бибисе опубликовала большую статью о залужном я думаю вы наверное читали я видел мелькнул но я не читал вот а но тогда тогда не будем обсуждать тогда обсудим то что произошло сегодня когда там остроумного изображал из себя кадыров который писал всякие посты о том что его друг и брат значит там где-то пропал и так далее но там произошла накладочка выступил как в этот полковник у которого да то ли перебит или не перебит и сказал что это пригожин сдал товарища понятно то ли сдал то ли мы так пошутили то ли еще что-то вот что там за фигня произошла ну я как и вы полагаясь только на публичные источники ведь об этом не только там кадыров написал себя в телеграме просит там слезно военную разведку сообщить куда ударили это действительно выглядел странно спрашиваю военные разведки за большое вознаграждение тоже непонятно вопрос в другом вы понимаете какая штука получается что если они все придумали андрей в тасс это читал и на звезде там вот это у них телеканал есть такой пропагандистки и так далее но это вы кого разводится и для чего из какой целью убит не убит так сказать это у вас куда вообще это вы так шутите с войной война вообще шуток не любит на самом деле ну да украинские сми разгоняли его гранинские паблики эту информацию был ли удар где-то там в приморске по этой базе я вполне допускаю там каждый день куда-нибудь попадает что могло бы был там делимканов или нет я этого конечно же не знаю но вполне допускаю что попало туда куда надо пострадал ли он ранен ли он я этого тоже не знаю как и вы так сказать полагаюсь вот на то что вижу на если его действительно ранили ну я не знаю убили долго это же не будешь скрывать но если человек не существует как ты будешь перенаряжать кого-то а зачем то есть если действительно он пострадал где-то в больнице и они как бы не хотят чтобы эта информация так сказать интерпретировалась видео не было старая над картой фотография извините ее могли снять сто раз то действительно дождаться пока он появится и тогда можно будет окончательно сказать так это или не так а если он будет лечиться и если он там несерьезно ранен или вообще не ранен значит а какие проблемы появится да это я там вопросов нет и мы пошутили они же не слазили депутат госдумы вот пригожно угрожал так сказать публичное заявление жене давай встретимся пообсудим чем занимается ахмат то какие проблемы сейчас выйти и показаться с другой стороны может быть они попытались разыграть какую-то игру как это было стрепанации черепа заложенного что он там погиб ранен и так далее а выяснилось что все туфта было и вот они может быть как-то подловить вот показать что и украинские там паблики украинские сми ведутся на какой-то развод там какую-то специальную телегу такую да может такое быть я не исключаю но в результате всего этого все равно я вижу перпендикуляр сторону пригожина есть тем более конечно я упал ление есть усугубление помимо веневитинов ты знаете что он оказывается был военным пенсионером охранником работу до начала компании охранники дворники 72 бригада он ее командир так а чего удивляться что ее расколошматили на флангах под бахмутом если он охранник мне вчера пьянков сказал охранником реальную работу как можно военного пенсионера который ушел и работает охранником вдруг выцепить и подполковника короткая скамейка запасных понимают а как он путин же сказал нас горит паркетный генерал а надо выдвигать вот таких боевых это вот этот боевой что боевых охранников выдвигать надо понимать но если а ну все тогда нормально тогда у вас все все понятно все тогда можно сказать что контрнаступление точно будет удачно точно до мариуполя дойдут я к тому что смотрите ведь это развивается на фоне чего что шойгу публикует этот приказ от 30 июня до которого до 1 июля должны все соответственно подписать контракты с минобороны показывает торжественно ахмат подписывает но это ахмат тот который набирает не из чеченцев а у них там еще в гадармесе база не играет всех наций там русские и секуи и такие секи и все а когда а этот заявляет значит пригод что нет кто мне такой этот меня там бог только вот разрешает родину защищать вчера путин заявляешь нет говорит это все согласовано вот надо социальные льготы если хотите получать вы пожалуйста будьте любезны оформить министерство обороны то есть получается что с ним это все как минимум согласовано а то может и инициативу я не знаю но он об этом сказал сегодня уже этот товарищ пригодит но вот типа мы все равно не будем хоть и путинскому все они будут подписку это означает что он в принципе вступает в конфликт уже с первым лицом то есть тут уже как бы дальше эта дорожка может пролечь ровно до могилы потому что ну как бы это что получается ты сам тут решаешь кто будет выслов в каком качестве в каком статусе но как бы этого тебе точно не позволяли если раньше он всех трогал ну кроме один раз дедушка мудак но в принципе он путин не трогал а тут получается конфликт напрямую уже с путином а это уже интересно это ты как собираешься отказываться от этого нам типа льготы не нужны там же ведь не только льготах речь ведь продолжает отдельные соединения вагнера там не знаю как по численности но они где-то находятся на передовой так ты как собираешься продолжать самостоятельно вести игру без подчинения решением министерства обороны а понятно теперь путина относительно оформления под единое начало значит системе министерства обороны тоже странная ситуация то есть одна в принципе чреватая для пригожина много чем понимаете много чем сложно прогнозировать но я в принципе всегда говорил что я не верю в успех пригожинского проекта потому что но не институциональное лицо он всегда проиграет потому что ручка самописка в руках у государственной власти не у него деньги распределяют из бюджета министерства обороны они из какого бюджета человека вагна где в государственных расходных статьях такого нету да поэтому либо ну как-то в общем его куда-то в опалу сошли типа в царь это лучший для него вариант хотя опять же не знаем чем там кончится в африке тоже непростая ситуация для него потому что бог его знает тысячи долетит туда вот и по дороге так сказать не будь сбитым или зарезанным и так далее то есть это делать вы знаете тоже фортуна она переменчива а с другой стороны как я себе это представляю как я себе это вижу а зачем его отпускать зачем сохранять вот этот чувака вагнер как некую самостоятельную единицу еще фрондирующую по отношению к институциональному генералитету генштабу минобороны если они просто берут в плен подполковника хоть он и охранник мудак но все равно это как-то ну как то странно выглядит свои же своих пленных у них росгвардия командует охранник почему не может охранник командовать надо я вообще не вопрос он охранника вы знаете свидетельство крыжакова он рассказывал про золотова что тут писать не умел с ошибками писал он допустил при прошу принять меня на работу значит федеральную службу охраны он допустил там ну тогда она еще девяткой наверное называлась когда его принимали при ельце он охранял потом его перекинули он охранял семью собчака он на злк работал по срочной службы он же не кончал ничего потом где пару дипломов принесли и он после срочной службы вот как его взяли там может родственник чей день за он с ошибками писал написал три ошибки у него сохранилось заявление крыжаков у гордона это показывал поэтому я хочу безусловно традиция дураков набирать это понятно это совершенно очевидно но другой вопрос что я говорю что когда они заявляют путин заявляет о том что этих людей из-за своего надо подымать их силовые органы в органы правоохранительные в органы спецслужбы набирать он там вчера об этом прямо сказал ну вот набирайте формируйте из таких хорошо ну и пусть и и правильно пусть они так сказать и дальше вот все что там вот катится по наклонной пусть он с ускорением катится плюс таких вот пусть такие вот проект экономикой управляет тоже хорошо кстати а что охранник да конечно когда когда я читаю что журавлев предложил расстреливать российских этих солдат я говорю пусть расстреливают больше расстреляют им лучше вот ищет своих опубликовала запись на которой пятерых человек просто кладут через не этот эффект постановку придумали опять украинские спецслужбы даже обсуждать не буду но хорошо выглядеть мы что не знаем что это происходит машина нам будут рассказывать что нет этих свидетельств мы вон их и набита пленными вагнеровцами естественно которые расскажут это обычное дело расстрела там в том числе и те кто сбежал с позиции те кто бежит с позиции и так далее кувалдой мы видели в прямом что нам пытаются доказать ой у нас такого нету за кого у нас за идиотов чтобы держать или за кого фейкать нефиг а как будто бы этого нету да вот как будто бы никто такого не знал и не видел что оказывается бегущих солдат расстреливают какие-то части которым работают как заградотряды поэтому разложение безусловно есть в такой атмосфере из-под палки воевать без всякой идеи а только за страх ну намного их хватит раньше хватало но только нет того времени прошлого сталина нету есть вот этот пляшевый персонаж поэтому на самом деле я честно говоря считаю что и пусть чем хуже тем лучше тогда это точно а про лукашенко немножко продолжим немножко хэштег в мире животных какое-то большое интервью удивительной женщине да она странный вид все таки я слышала в ее молодости прогулите но как бы но она действительно простите меня что я вас перебиваю извините пожалуйста она действительно так сказать странная она из-за волгоградской области из волшска вы посмотрите на фотографии чем она занималась все висит в интернете есть я отсылаю наших зрителей просто погуглить а то опять говорят что мы тут про всех отнесем то вы просто ее фотографии 17 18 они все там и все сами все мы вообще вообще не предел может это наведет на размышления вот там этот сумасшедший рассказывает что у него теперь есть тактическое оружие это там пять раз больше чем или три раза чем хиросики да идиот и значит дескать теперь то он как бы я же буквально принуждал говорит он путина на самом деле вот вот еще раз да вернуться к этой теме далее мы или не дали если дали то что мешает этому сумасшедшему сказать слушайте а я теперь вообще пошли вы нахер ой извините за да редактора попросим это самое зачеркнуть это все почему не может повернуть ракета против россии сказать оставьте меня в покое тут уже договорился с западом что меня простят а тебя нет дурака но во первых смотрите раз он так говорит и раз до этого много чего звучало я думаю что это скорее всего соответственно действительно что какие-то боеголовки уже на территории беларуси находится мне так кажется потому что многие говорят что они уже какое-то время находятся но раз он это заявляет и раз они публично об этом долдонят то я думаю что скорее всего да какие-то боеголовки стоят на боевом дежурстве но может они еще не прикрутили можно где-то на складе я не знаю я просто ну думаю что просто так болтать нет смысла столько времени пугать там чего-то саммит в литве это учтет он пройдет будут это обсуждать может быть не публично там наверняка будет принято какие-то несколько планов что с этим делать как вот имея под боком вот это чумохода значит как реагировать ставить или ракеты в ответ то ли разрабатывать план по того чтобы эти ракеты у него украсть забрать затонять там не знаю захватить я думаю что он навлек на себя все что только возможно понимаете его счастье было что 30 лет никто не хотел заниматься 9 миллионам белоруссию не спасать и не помогать не что-то делать сейчас уже время другие времена война поэтому цацкаться будут меньше а с другой стороны понимаете какая штука получается он ведь такую фразу произнес я горит если нападут на белоруссию читаем на себя на любимого у меня рука не дрогать ну типа того что я применю немедленно это я а вот интересно я вот слышал что типа управление этим всем будет находиться в москве они все время говорили нет никакого распространения я держу нарушение конвенция не распространение мы как бы из москвы этим всем управляем а этот говорит что он значит сам куда-то пальмёт стрельнёт или чем там сделает а это что означает вы несете за него ответственность или не несете занимать или что это означает вы говорили что вы контролируете весь этот процесс так он тогда заявляет совершенно обратно получается то он будет нажимать если заполк калиновского пойдет на минск это можно считать будет что вторжение белоруссии по лукашенко конечно это белоруссии то он это для него синонимичные понятия для всех остальных это не факт что это так а если народ бунтанет есть вот тоже снова на площадь поэтому в августе 20 это видели по всем площадям всех городов белоруссии такой творилось миллионные массы это что он там что ли фиганет это я там не был по кому он по варшаве за то что у него значит люди хотят снести его режима его коленьку что то есть это уже интересный аспект уже интересный значит может быть план ты более далеко идущие были относительно провоцирования значит европы на какие-то ответные действия или там не знаю создание какое-то напряжение еще дополнительно помимо собственного украины линии фронта там войны там так что здесь есть вопросы они пока на ответы не найдены на них но но публично энерго прозвучат велюсь я думаю так велись под боком это же нигде не там на мадагаскаре проходит саммит ну как бы надо решать что будет делать балтии страны что будет делать польша с другие страны нато которые находятся в зоне достигается ракет по 500 километров летят эти искандерчики ну такая погодите наверно боеголовку она долетает много куда если от границ там от бреста фигануть то понимаете это хороший вопрос если он уже будучи прежде без ядерной державы беларусь становится еще и грозить кому-то это интересный аспект ну во первых наверное по логике вещей должны появиться ракеты на его границе страны польши страны литвы и страны финляндии почему нет страны румынии почему нет странат но вы ставите ракеты мы ставим ракет то есть эскалации в общем виновники и во многом именно опять москва ни в коем случае не запад а что запад размещал ракеты их там нет в германии есть да там других местах но но не в но в других имеется там лондона свои ракеты у великобритании франции свои ядерное оружие три ядерных державы значит америка которая держит свой арсенал на территории германии великобритания франция а тут появляется еще одна страна ну так извините тогда и ответ будет адекватный такой же понимаете так же как и с войной которую затеяли в украине это кто вот мне тоже понравился он продолжает это из нас вынудили кто вот тебя чё насиловали тебя чё там что с тобой делали его горит заставили кто тебя заставил куда я только и видел весь двадцать первый год одним прям тряслись умоляли чуть ли не на колени по не делай отведи войска он дважды подводил границы с ним встречался байден 16 июня двадцать первого года не был этот его декабрьский меморандум путина значит вы горит отведите все и демилитаризуете страны нато до мая 97 это вообще нормальный человек ну да все же эти события последние месяцы расписаны буквально по часам по часам нет мы же не изучаем там историю доисторического человека это все было вот на наших глазах что нам рассказать как зеленский перед войной уговаривал в турции встретиться что мы не слышали призыв а теперь сам не знает как же бы ему вот встретиться как бы уговорить то всех понимаете то есть они все время действуют на короткую девичью память как будто никто ничего не помнит вот так нажали вот этот вот как это и люди в черном и все все забыли мы ничего не забыли нас все зафиксировано все записано ну а марк говорит же белковский что он по своим качествам личностям не способен к долго так сказать проектированию долгому это точно абсолютно в силу своего так сказать интеллекта отсутствующего он может только представляете что будет прям через две минуты это не всегда да и не всегда правильно представляет себе что что такое стратегия он никогда не представлял он не знал как это делается я часто повторяю цитату явленского который может мало симпатичный тип но он точно сказал он говорит его не учили это уже в школе как вы учит оперативным шагам вот этим оперативным отрезком коротким никто не учит там стратегическое мышление это не нужно ты из точки а в точку б убил даже убийств не поручали таким последнее понюхай в ванну залезь там или куда там в тумбочку какой-нибудь поройся они же этим занимаются чем мы как дети конечно это их работа копаться в чужом белье больше ничем они занимаются и учат их именно этому копаться в чужих вещах вот и все вот почему ему учили чем он и занимался будучи оперативником поэтому конечно естественно откуда она возьмется это мышление и так далее да и человек то он не так чтобы интеллектуально мы не говорим что он совсем глупый этого не так политически он тип то очень искушенный нюхает власть он ее понимает он и наряд чувствует мы же понимаем как он подмахивает населению для того чтобы она там продолжала от него подтекать но уже меньше конечно все равно поэтому сказать так нельзя но интеллекта какого-то вот понимаете того что природного в сочетании с образованием это уже не был никогда поэтому любимая книга колобок он сам об этом сказал как это не я сказал он на большом ваш любимый колобок ну все что еще можно сказать колобок но он же еще помимо прочего себя считает страшно остроумным понимаете поэтому вообще ну конечно чаю прям вообще он шутит как я уже много раз говорю как второгодних с борщом на воротнике застывал поручик ржевский поручик ржевский аристократ все-таки дворянин он граф был если вспомнить так сказать сюжет и так далее ну слушайте этот подворотня этот-то просто он сам смеется над своими шутками вот приблизительно вот так это работает все остальные в недоумении подхихикивают удачи я могу привезти тысячи его шуток но не буду не могу не спросить у вас мы все вспоминаем да какую я сегодня увидела никогда раньше не видела это видео хочу вас просить какое-то там древнее видео там 30-летней или давности собчака который на полном силе крым это сомнительно что это украина тория там дескать ну украинцы хотят иметь армию как у лешего и прочее ну всякую гадость короче и вдруг я поняла вот знаете сейчас я спрашиваю как же собчак такой демократ мог взять это чмо вообще себе там какие-то там помощники тогда и так вот же она они абсолютно одинаковы во-первых собчак был стукачом и это давно раскрытая тайна деканом юридического факультета санкт-петербургского тогда ленинградского университета он стал не просто деканами юрфаков не становится советские годы просто поверьте мне я учился на юрфаке поступал восемьдесят восемь году еще тогда это была кариатура которая согласовывалась кгб местным потому что юристы и историки два гуманитарных направления а я учился в самарском университете кубежский тогда еще в университет в котором это все были причем я на дневной не мог успеть я поступал на вечерние потом я переводился потому что нужно было иметь два года стажа юрист это знание были запретные ты должен там советские годы пройти 10 кругов реальность да да конечно там процентная норма была туда и евреев не всех принимали но это уже восемьдесят восемь год понятно что все уже все кончилось уже ничего этого не было но в принципе я вам хочу сказать традиции то я знаю у меня и декан был у меня и проректор был и я знаю как туда ходил первый отдел работал не знаю вот в первом отделе сидели кгбшники которые как раз всем этим и занимались так вот собчак безусловно был стукачом а вот он не был каким-то крупным агентом он просто был на картотеке так сказать обычным значит под расписку обычным может от него и толку никакого не было но просто так карьеру не делал потом он стал молодым реформатором демократом значит но в окружении ельцин таких было большинство полтора нет понимаете так сказать был вот этот филатов его первые глава администрации президента и так но все они выходцы оттуда же и совершенно точно так сказать навялили значит этого товарища путина который напомнил помощником проректор вернувшись из германии помощником проректора поставили путина и его порекомендовали там по общей линии с нарусовой порекомендовали он взял к себе сначала да помощник потом первый зам ну да менялись название потом в мэрию он сделал первым замом занимался внешне экономически а по сути всеми вопросами таскать управление потому что собчак был управленец никакой причем мало кто помнит у собчака был тяжелейший конфликт с лен советом даже был конфликт прям вот смертельный а по сути свои много тем перец это всего даже не объясняет потому что он страдал фоноберией этот собчак я с ним общался несколько раз лично вот в 90 году на конференции по правам человека он проводил такую ландсбергистом присутствует у меня остались даже подписи специально книжку мне вот и так далее уже тогда это абсолютно был имперский взгляд на все остальное то есть для него народы типа балтии это были какие-то особые кошерные народы которых надо уважать это западные а к славянам типа украинцам там белорусам относился предельно пренебрежительно и это не один раз то запись о которой вы говорите это была такая его интервью но он это повторил мне это присылали я могу это всем продемонстрировать было прям лекция целую с которой он выступал против украины вот он выступал по моему как раз сам птиц в университете мне присылали и об этом мощное об писали девяносто первым по моему девяносто втором году да где-то в момент когда распался ссср когда беловежские соглашения были заключены он выступал абсолютно с граинофобских позиций и это не считалось тогда но это прикрывалось его типа младореформатор с демократством да а в принципе как бы это воспринималось ну какая-то вот у него такая знаете с фантазией товарищ как говорил александр первый про декабрь фантазии вот поэтому нет на это не обращали внимание это все считалось не уважает там много было таких там это гуру мянцев который автор первого проекта конституции который стал вообще диким вообще фонаревшим он тоже был депутат верховного совета рсфср он стал диким так сказать противником вот этих курильских островов всех вот этих вещей значит он прям патриотизм вот русские и так далее кто же прошел дрейф и таких немало было назову фамилия аксючиц кто сейчас вспомнит так что это вся санкт-петербургская шуба стала основа для шизации россии да потому что грех и все эти и прочее фсб криминал и вот эта идеология казалось бы отказа от коммунизма в пользу империализма она в гремучий смесь связалась понимаете вот мы говорим с вами собчак а вот чубайс чё далеко хайти него нам рисовать с ним по фракции был про там не появлялся только никогда он сочетал это с премьер лице-премьер со своим руководством госком имущество так вот такой же был он же сказал что я горит певец либеральной империи это было в нулевом году когда вторая кавказского она развал что он нтв прям заявил я горит за либеральную империю какую-то либеральную еще и империю за отжившую конца 19 века это концепцию всех этих империй которые рухнули уже тогда по сути и был период национальных государств и либералин сочетался с национализмом уже как раз империи то валились и они естественным образом разводить первую мировую войну окончательно исчезли османская австро-венгерская российская германская империя и так далее эти люди хотели очень сознательно возрождение вот этого имперского могущества мы особенно мы лучше вас и вот это привело к знаете не забывали как там у жваницкого дурак дурака свои 10 рублей в день имеет говорят собчак раз в неделю приносил во французский банк в санкт-петербурге чемоданчик с деньгами сдавал аккуратно нау на свой счет понимать тогда это было допустимо и можно я вам такую вещь скажу что конечно может и сдавал да тут разные слухи ходят но уж когда он в рауиес и роснано он поднялся на миллиардов долларов не это я про собчака говорю а собчак конечно годы он как бы уже был так сказать вообще не вопрос он был коррупционером это вне всяких сомнений деньги он брал конечно и все это было все это известно история с его квартиры и вот эта шумная шумная такая история то и в париж он уехал не случайно когда его возбудили дело после конца про проигранных его выборов яковлеву такому его первому заму по жкх и тогда конечно нет коррупционеры они были все все абсолютно вообще без всякого исключения все были жулики взяточники да но у них был масштаб они имели доступ к ресурсу несмотря на 90-е годы считались такими якобы не особо богатыми годами но понимаете у них была реальная власть поэтому они конечно и пользуются в этом вообще нет никаких сомнений ну и закончить сегодня хочу заявлением столтенберга о том что украина получит вот этот план до вступление в нато очень быстро потому что на самом деле сейчас все больше и больше говорит о том что нам нужно очень скоро помощь запада дополнительная карьер наполнительные сигналы но а ведь и дискуссия продолжается до июльского саммита давление продолжается вчера вы видели дуда встречался с макроном и с шульцем но они главные две стороны между чем они несут ответы я уверен деда именно так сказал вы в 2008 году могли принять без всяких проблем конечно украину в нато и не иметь всего того что мы получили в четырнадцатом за четыре года до и не за шесть лет до и не было бы этих правит уже 2004 году страны балтии вступили если в 2008 вступил бы украинам ну пора ли пора ли бы очень сильно тогда возражала мне лично рассказывал что она орала буквально него отойдите не подходите мне в коридорах саммита тогда в 2008 году охотно верю что именно так она сейчас из себя значит кроит что она не виновата она дала подготовиться к войне это она несет прямую ответственность за то что произошло сейчас двадцать втором году в четырнадцатом и так далее именно всего того что она не совершила того что должна была совершить всего вот этих всех вечных проблем взаимоотношений с россией не надо расширяться так быстро не нато не ес и так далее и вот чему это привело что теперь европа расхлебывает это все я думаю сейчас никто не хочет повторить этого опты остаться в истории людьми которые могли спокойно принять украину на туда будут проблемы да будет продолжаться война но решить проблему нежели оставить ее отложить пока война не закончится а там неизвестно что будет а если вы этот он каховскую газа а завтра атомную бомбу кину ну да сегодня же отличие 2008 года речет не о благополучии украины а благополучии всего мира фактически безусловно уж европы точно сто процентов за америки не доплывет но уж простите европы точно если они там даже да ладно чем атомную бомбу вот пожалуйста если они этот армянский этот крымский титан взорвут это мяк он куда полетит то он к вам и полетит что там перелетел в море и вот у вас все почва заражена люди болеют ну поэтому извините вы либо решаете вопрос либо кто политика это в том числе и брать на себя волевую ответственность а как вы себе представляли свою миссию она в чем в том чтобы только красоваться перед своими избирателями но простите есть еще ответственность перед избирать вы же за безопасность отвечаете ровно поэтому кстати оправданное существование европейских институтов выяснилось оказывается брюссель это не только бюрократы которые там бьются за два процента дефицита бюджета там за какие-то квоты еще что оказывается поскольку их никто не выбирает ну толком какой европарламент условно выбирать они могут позволить себе подняться над внутренним проблем каждой отдельной страны а существовать в понимании европейских ценностей как таковых и заниматься судьбой всей европы целиком поскольку она субъект как часть коллективного запада и ровно поэтому конечно там понимание гораздо больше на уровне строю руководство евросоюза вот и все поэтому ну посмотрим до июльского саммита остается время я как и не помню у вас говорил что я думаю что если контрнаступление будет склад течение этого месяца хорошо они ближе подойдут к решению вопроса членства украины они расположатся гораздо существеннее но молимся молимся за успехи засу спасибо большое марок до свидания